Монтаж нового БелАЗа грузоподъемностью 130 тонн работники управления автомобильного транспорта Михайловского ГОКа ведут своими силами. Подготовка самосвала к работе задача сложная и ответственная. Начинают с монтажа основных деталей и узлов кузова и ходовой части. Затем настает черед наладки электрооборудования. Также идет у нас сварка кузова. Футеровка занимает его. Сам кузов собран уже каркас. Но для истирания самого кузова предусмотрена дополнительная защита, что, конечно, значительный объем работ по сварочным работам. Люди работают в круглосуточном режиме, распланированно, поэтому работа подходит к завершению. Экипаж машинно-грузовой, которому предстоит на ней работать, подобран из наиболее опытных и ответственных автомобилистов. Они неизменно выполняют план, бережно и внимательно относятся к технике. Водители большегруза традиционно принимают участие в монтаже. Знакомство с техникой еще на этапе сборки – хорошая возможность узнать преимущество, характер многотонного грузовика. Важно знать детали какие, и место рабочее. Машина усовершенствована, уже монитор, место приборов, камера заднего вида, чтобы сзади на камни не наезжать, колеса не резать. Управление улучшенное, рулевое легче намного. И силовые агрегаты, то есть и мотор колеса, электроприводы колес уже мощнее, чем были на старом велазе, на котором я работал. Машина изготовлена на белорусском автомобильном заводе. Он давний надежный партнер «Металлоинвеста». «Белазы» для перевозки горных пород приобретаются в комплектации, заказанной специалистами компании. В новой машине для стабильной работы в условиях горнодобывающего комплекса установлена облегченная часть передней балки. Усилены крепления гидроцилиндров. Чтобы исключить возможность повреждения наиболее дорогостоящих узлов и агрегатов, устранены рычаги, которые ранее соединяли передние поворотные колеса. Для большей производительности на автосамосвал установлены мощные генераторы и мотор-колеса. С таким усилением «Белаз», даже максимально загруженный, легче будет преодолевать крутые спуски и подъемы извилистых дорог карьера. Не меньше внимания при приобретении техники уделяют и условиям труда работников. Данные автомобили уже оборудованы кондиционерами, кабины защищены по международной системе ROPS-FOPS на опрокидывание на защищенность этих козырьков. Поэтому условия для работы автомобиля, водителей созданы наиболее благоприятные, чтобы люди себя чувствовали комфортно, работали в нормальных условиях и как можно меньше уставали во время производства работы. Новый «Белаз» поступил на Михайловский ГОК в рамках реализации инвестиционной программы «Металлоинвеста», направленной на обновление и модернизацию производственных мощностей. В последние годы приобретение техники для горно-транспортного комплекса предприятий компании ведется особенно активно. Причем закупаются большегрузные автомобили и экскаваторы с техническими характеристиками, превосходящими возможности машин, когда-либо задействованных на этом ключевом для комбинатов участке. В ходе реализации инвестиционной программы для Лебединского и Михайловского ГОКов в 2014-2016 годах приобретено почти 300 единиц основной техники, 15 тяговых агрегатов и 232 думбкара, 11 большегрузных автосамосвалов, 11 экскаваторов, 5 буровых станков. Еще два экскаватора и большегрузный автомобиль поступили на предприятие в рамках договоров аренды. В ближайшее время горно-транспортный комплекс Михайловского ГОКа пополнит еще один большегрузный автосамосвал. До конца 2017 года для комбината планируется приобрести два буровых станка, один тяговый агрегат и 27 думбкаров. Субтитры создавал DimaTorzok